Всем привет! Я Александр Горбунов, Сталин ГУЛАГ, и сегодня мы поговорим о бунтах. Пока вся Россия спит, Хабаровск проснулся. Во всех смыслах. И судя по тому, как развиваются события, успокаиваться не собираются. Уже больше недели люди выходят на акции протеста. В прошедшую субботу состоялся митинг, который по количеству участников превзошел все предыдущие. Вы только посмотрите. Я выпугал! Это наш выбор! 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 Верните губернатора! Верните губернатора! По разным оценкам на улице вышли от 50 до 100 тысяч хабаровчан. Это действительно невероятно. Учитывая, что все население Хабаровска – это чуть больше полумиллиона жителей. То есть это примерно как если бы в Москве одновременно собрались несколько миллионов человек. И это несмотря на то, что власть пыталась, как могла, всячески запугать жителей. Как сообщает издание БАЗа, журналистам разоставили тезисы, чтобы они рассказывали о внезапно снова возникшей эпидемии ковида, которую давно победили, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию. Потом ФСБ отрапортовало, что задержало террориста, который планировал что-то нехорошее именно во время митингов. Не раньше и не позже. А вот именно тогда, когда люди вышли выразить свое недовольство, этот коварный злодей решил действовать. Совпадение? Причем задержание этого злоумышленника выглядело очень странно. И дело не только в выбранной дате, но и в том, как собственно происходил захват. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оперативники позволяют предполагаемому террористу залезть в свой пакет, из которого он по очереди достает какие-то бутылочки. Я, конечно, тот еще силовик, но очевидно же, что злодей может достать оттуда гранату или распылить какой-нибудь яд. А он спокойно, как Дед Мороз на утреннике, роется в своем мешке. Потом неспешно достает нож и крутит его в руках несколько секунд. И только потом оперативник понимает, что это уже перебор. И нежно забирает у него холодное оружие. На одиночных пикетах у протестующих отбирают плакаты с куда большей злобой и осервенением. Видимо, вот теперь. Удивительно, что хабаровчан не начали пугать бубонной чумой, пришествием Годзиллы или падением метеорита. Могли хотя бы пророчество Ванги использовать или Нострадамуса. Сказать что-то типа, если люди будут целую неделю ругать царя, то над их головами в небе появится радуга и больше никогда они не смогут от нее избавиться. Не дорабатывают, обленились, никакого креатива. Пропагандисты не стали заморачиваться и по старинке рассказывали, что все проплачено, а Соловьев вообще разошелся и назвал хабаровчан пьяной поганью. Почему федеральные каналы не показывают митинги на ТВ? А зачем? А почему их должны показывать? А если показывать не так, как вам нравится, например, весь этот, всю эту пьяную погонь по ночам, все это омерзительные картины пьяных разборок, то будете говорить, зачем вы вырываете из контекста и показываете кусочки? Пьяные разборки Владимира Рудольфовича Мудозова – это то, что вы ежедневно устраиваете на бюджетные деньги в своей студии. Если включить вашу передачу и закрыть глаза по раздающимся визгу, рычанию и перекрикиванию, вообще невозможно понять, что происходит. То ли собаки совокупляются, то ли Сергей Романов бесов изгоняет. Потом открываешь глаза и видишь – точно, собаки совокупляются. На самом деле поразительно, насколько власть не понимает народ и даже не предпринимает попыток это сделать. Люди в Хабаровске вышли не сколько за свободу Фургалу, сколько за тем, чтобы восстановить уважение к себе. Арест губернатора просто стал последней каплей. Жителям края сказали – выбирайте. Они выбрали. А им потом такие – не, вы неправильно выбрали, давайте снова выбирать. Им надоело, что с ними не считаются, их мнение ни во что не ставят и откровенно плюют в лицо. А власть, тем не менее, продолжает давить и демонстрировать презрение через своих пропагандистов, которые рассказывают, что люди ну вот никак не могут просто так взять и выйти на улицу и требовать себя уважать. Ведь если у коллективного Соловьева, как у Хрюша из «Спокойной ночи, малыши», вставлена в жопу кремлевская рука, которая путем нехитрых манипуляций на определенные темы рот открывает, а она неудобно и закрывает, то и остальные такие же марионетки. Только не в этом случае. Хабаровск явно демонстрирует всей остальной стране, что самоуважение – это не пустой звук, и заглушить его визгами круглосуточных мудозвонов уже вряд ли получится. Все-таки раньше сложнее жилось. В советские времена люди стояли в длинных очередях за… ну, зачем только не стояли. Например, за мебелью. Вот только представьте, простоять целый день в очереди, чтобы купить трильяж или табуретку. Зачем? А затем, что дома обязательно должна быть стенка, трильяж, кресло-кровать и стол-книжка. Вот если есть эти четыре предмета, значит, богато живешь. Если нет, значит, бедствуешь. Это сейчас зашел на сайт, выбрал мебель, ее доставили и сразу собрали. Ну, а если хочется, чтобы прям идеально избежать проблем с доставкой, быть уверенным в качестве мебели, заказать мебель без предоплаты, рекомендую компанию Artis. У ребят реально качественный сервис. Все работает, как часы. Доставка за 48 часов. Сборка за один день, включая день доставки. Бесплатный дизайн проекта плюс выезд специалиста на дом в удобное для вас время. И тоже бесплатно. Мебель корпусная, готовая, можно купить прямо сейчас. Просто переходите по ссылке в описании и сделайте заказ. Кстати, обязательно подпишитесь на Artis в инстаграме. Они постоянно освеживают и рассказывают про мировые тенденции в мире мебели, а их новинки соответствуют всем этим трендам в отрасли. На Алексея Навального снова завели очередное дело. Честно говоря, я уже запутался, какое оно по счету. На этот раз о кривете. Пропагандистское видео, где различные персонажи призывали голосовать за поправки в Конституцию, Алексей подписал словом Халуи. И конечно же, на этой записи оказался ветеран. В современной России ветеран исполняет роль такого чешского гарнитура в советской квартире. Если в квартире такой гарнитур стоит, то значит семья благополучная. И отношение примерно же такое же. Вспоминает раз в год, когда делают генеральную уборку. Так вот, этот ветеран оскорбился, ну знаете, как в том анекдоте? И не выиграл, а проиграл. Честно говоря, я очень сомневаюсь, что 92-летний дед так внимательно читает твиттер Навального, что воспринял на свой счет что-то сказанное в адрес множества людей. Оскорбился не дед, а его ушлый внучок, который за несколько серебряников сдал несчастного фронтовика в качестве инвентаря для политического давления на оппонентов. Просто нужно было очередное дело на Навального. А тут в связи с эпидемией 9-майская тема немного съехала. Вот они и выбрали деда, решив не дожидаться, когда он отойдет в мир иной, а сразу же, еще при жизни, прицепить его на табличку, как будто нашествие бессмертного полка, и бросает его на телекамеры, как на пулеметные расчеты в 42-м. На самом деле, по-человечески очень жалко старика, с которым так подло поступает его внук и примкнувший к нему Russia Today. Просто посмотрите на это видео. Я Навальный оклеветал, назвал Холуем, и я не хочу с этим мириться, я хочу просить вас, чтобы меня защитили и наказали его. У меня эта клевета, поскольку я имею стенокардию, она меня вообще, приступ к этой стенокардии начался после, когда я узнал, что он меня оклеветал, я прошу его наказать. Фронтовик на старости лет вынужден заучивать какой-то текст, обвинять сам, не понимая в чем человека, чье имя ему вряд ли о чем-то говорит. Только ради того, чтобы создать формальный повод вновь провести обыск у Навального. Интересно, что искали следователи? Клевету? Гаджеты, на котором печаталось слово Холуи? Или книги, где это слово содержится? Ведь если Алексей его использовал, значит он это слово где-то прочитал, а значит книга может быть орудием преступления. В итоге обыски были проведены и в офисе ФБК, и в квартире Навального, и в его машине. Вдруг Навальный переводит в багажнике буквы, из которых можно складывать слова. Для следственного комитета это очень важное и запутанное дело. Настолько запутанное, что над его расследованием работают 15 следователей. 15 следователей. Судя по такому количеству человек в команде, они хотят выяснить происходление слова Холуи, и даже найти человека, который его придумал. Ну или просто все остальные преступления в стране, даже 15-летней давности, раскрыты, и им больше нечем заняться. Заказчиков убийств Немцова, Листьева, Политковской, ведь уже нашли. Такое потребительское отношение к ветеранам войны, это самое гнусное во всем этом культе Дня Победы. Потому что им глубоко плевать на память, а еще живых или уже умерших участников тех страшных событий. Власть прикрывается ими, когда удобно. Вот, например, совсем недавно в Твери закрасили портрет Александра Солженицына. Александр Исаевич не только нобелевский лауреат, великий русский писатель и мыслитель, повлиявший на несколько поколений, но и ветеран войны. За свои подвиги он был награжден медалями и орденами. Но ни одна из еще недавно визжащих об оскорблении ветеранов-сволочей не оскорбилась тем фактом, что изображение выдающегося человека и фронтовика стерли, словно засохшую грязь. Их чувства не оскорбились, потому что приказа оскорбляться сверху не поступало. Или вот, несколько дней назад житель Тюмени увидел, как пожилой мужчина в орденах роется в мусорке. Сейчас вы увидите совсем другое видео. Я шла, он в помойке смотрел. Понятно? Никто не пристал. Я хочу, чтобы ты знал, что он за тебя жизнь отдавал. Я знаю. Так вот, он ходит, по помойкам собирает помойки. Почему? А как вас зовут? Как вас звать? Звать вас как? Иннокентий. Иннокентий. Куда помочь, если что? Поместите в YouTube. Нет, куда помочь? Деньгами может. Деньгами? Ну, наличь, конечно, наверное. У него ведь ничего, наверное, нет. Это предакция, да. Где? Надо это к губернатору отправить, может, он поможет. Отправь. Фамилия как ваша, подскажите? Фамилия как? Козинь. Этим пенсионером оказался 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Кузин, который не только прошел всю войну и вылил в том аду, но и в мирное время успел принести государству немалую пользу, будучи известным буровым мастером, открывший на Ямале в 1964 году новопортовское месторождение. В 2018 году директор департамента госполитики Министерства природных ресурсов даже наградил Иннокентия Кузина почетным знаком «Первооткрыватель месторождения». В связи с этим ветераны чествовали в Тюменской думе. А во время празднования 50-летия открытия первого месторождения газа в Янау, с Кузиным дали встретиться экс-губернатор региона. А в 2020 году, пока один 92-летний ветеран мучается перед камерами, потому что это выгодно его внуку и пропагандистам, другой ветеран, кстати, его ровесник, роется по помойкам в поисках еды. Департамент по общественным связям в Тюменской области ситуацию с именитым ветераном комментировать отказался. «Память предков, говорите?» «Память предков тут не задета, потому что начальство не давало такую разнарядку. Поэтому вспоминайте об этом каждый раз, когда какая-нибудь лицемерная мразь в очередной раз начнет верещать о том, как у нее душа болит, когда ветеранам не выказывают должного уважения. Ничего у них не болит, пока не заплатят и не дадут команду». В одном из предыдущих выпусков «Вестника оптимизма» я рассказал вам о становлении бессменного президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. «Назначенная дата президентских выборов – 9 августа. Все ближе. В связи с этим ЦИК Беларуси опубликовал декларацию кандидатов в президенты. Оказалось, что Лукашенко вообще не обладает никаким имуществом. Это, как вы понимаете, никакой не аскетизм, а вполне разумное заключение. Зачем указывать что-то в декларации, когда мыслишь себя хозяином всей страны целиком, вместе со всеми угодьями и, разумеется, людьми. И все бы ничего, только вот люди, которых Лукашенко давно записал в собственность, с таким положением дел не согласны. В связи с приближающимися выборами в Беларуси, протестная активность нарастает уже почти три месяца. Сначала люди массово выходили на улицы и требовали регистрации альтернативных кандидатов. Помимо Минска, акции протеста проходили в Бресте, Гомере, Могилеве и Гродно. Тем не менее, ни одного из трех наиболее ярких соперников Лукашенко цепь Беларуси под всякими мыслимыми и немыслимыми предлогами не зарегистрировала. Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико не зарегистрировали, попутно состряпав уголовное дело о финансовых махинациях и отправили его под арест. Валерию Цикало забраковали чуть ли не половину от собранных за него подписей. Оппозиционный блогер Сергей Тихановский, как и уже рассказывал, был задержан еще в мае и по-прежнему находится под арестом. Однако цепь Беларуси умудрился таки зарегистрировать кандидатом супругу Тихановского Светлану, выдержившую свою кандидатуру на предстоящие выборы ради защиты идей своего мужа. Такая милость может быть обусловлена тем, что в женщинах Александр Лукашенко не видит оппонентов в принципе. У нас конституция не под женщину, и у нас общество не созрело до того, чтобы голосовать за женщину. В минувшее воскресенье в парке дружбы в Минске Тихановская провела свой первый агитационный митинг, куда пришли несколько тысяч человек. Вместе со Светланой в митинге участвовала супруга экс-претендента Валерия Цепкала, Вероника. Также в акции приняли участие Мария Колесникова, председатель штаба незарегистрированного экс-претендента Виктора Бабарико. Основными тезисами митинга стали призывы отказаться голосовать досрочно, а прийти на выборы именно в день голосования. Инициативы для избирателей надеть в день выборов белые браслеты. Сделаны из чего угодно, хоть из подручных средств. Что будет означать, что эти люди против действующей власти? Мария Колесникова заявила, что сейчас, цитата, «важно проявить несогласие в действиях правительства». А Вероника Цепкала рассказала, что более 200 человек из разных стран сейчас работают над IT-платформой, которая должна помочь минимизировать фальсификации на выборах при подсчете голосов. Как вы видите, после отказа в регистрации Бабарико и Цепкала, их придворные штабы объединились со штабом Светланы Тихановской. Объединив усилия, штабы уже задекларировали основные принципы своей предвыборной кампании следующим образом. Цитата. «Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать. Мы освободим пари заключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых честных судах. Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года». Тем временем освещать активность альтернативных кандидатов и групп поддержки становится делом все более рискованным и трудным. В местах скопления людей власть попросту глушит интернет, делает невозможным онлайн-трансляцией. Во время многочисленных митингов сотрудники милиции и ОМОН всячески препятствуют ведению любой журналистской деятельности, целенаправленно задерживают и даже избивают именно журналистов. «Когось ты все-таки затримали? Эй! Мы журналисты!» «Я ехал. Самый большой призин Шакабоку. Синяя микроаврация. «Алтобусы. И мы...» «Добрый день. Пройдемте. Я вас зовут. Проставьте себе вас. «Пошли перекрывать. Я иду, я иду, я иду, я иду сама. Я иду, я иду. Я иду, я иду. Я иду, я иду». Складывается впечатление, что репрессивный маховик Беларуси раскручен на полную мощность. Вечером, в воскресенье, в СМИ просочилась новость, что Лукашенко срочно госпитализирован с гипертоническим кризом и чуть ли не инсультом. Спустя час после публикации такой крамолы пресс-секретарь президента местный Песков информацию о госпитализации Лукашенко опровергла, подуторив свое заявление сакраментальной фразой «Не дождетесь». В Москве продолжается фестиваль ментовского насилия. Более ста человек были задержаны на акции за отмену итогов голосования по поправкам в Конституцию. Чтобы оказаться задержанным, не нужно было ничего кричать или держать плакат, пусть даже и невидимый. Достаточно было простого взгляда. Вот, например, парня задержали только за то, что он посмотрел на мента. Полицейский распознал в его глазах недовольство. «Это же неизвестно, что он там думает, пока смотрит. Думать это вообще опасно. Так что лучше делать это в автозаке», – рассудил полицейский, у которого на месте собственных мыслей чужие приказы. Глядя на эти кадры, на то, с какой жестокостью менты задерживали людей и забрасывали их в автозаке, невольно задумываешься, что эта акция устрашения была этакой местью за протесты в Хабаровске. Когда на тебе погоны, хабаровчанин или москвич, какая разница? Причем месть такая подлая не тому, кто тебе в суп насрал, а тому, до кого можешь дотянуться. Знаете, как такой карикатурный хулиган из советских фильмов? Его в школе поругали, двойку поставили, а он вышел из класса и кошку пнул. Отомстил тому, до кого дотянулся. Для коллективного мента все граждане на одно лицо. И он, конечно же, не может простить того, что больше недели тысячи хабаровчан выходят на улицу и беспрепятственно выражают свой протест. Да и трудно препятствовать, учитывая, что по разным оценкам на улице одновременно вышли до 10% жителей Хабаровска. Жители Москвы не сделали ничего, за что бы к ним следовало применить силу. Чей митинг на Пушкинской площади отличается от митингов в Хабаровске, где полиция вежливо и миролюбива, численностью протестующих. У ментов срабатывает логика гопников. Если видят слабость, то продолжают давить. А как перед ними появляется сила, сразу вспоминают, что у людей есть права, которые они могут захотеть отстаивать. Там тяжело, а здесь, в Москве, товарищ майор чувствует свое численное преимущество и проявляет особую жестокость. Так сказать, за себя и за своих хабаровских коллег. От московского майора не отстают и прочие коллеги из центра. В Гатчине участник акции в поддержку крымских татар при задержании упал на землю. Падая, активист не выпустил из рук украинский флаг, древко которого сбило с ментовской головы фуражку. На активиста тут же завели уголовное дело за, цитата, удар сотрудника полиции по голове и запихнули его в ИВС. Посмотрите, как это выглядело. Давно в нашем вестнике оптимизма не было слова Божьего. Минский священник так сильно захотел оправдать избиение и задержание людей на улицах, что нашел в Библии слова, подтверждающие, что разгонять митинги – это богоугодное дело. Ну, почти. Что нам говорит Священное Писание по поводу автозаков? Вы когда-нибудь задумывались, что Священное Писание гласит об автозаках? Я всегда считал, что Священное Писание говорит о любви, добре, злее, мире, войне, затрагивает всякие фундаментальные понятия, а оказывается, Библия говорит об автозаке. И в Англии от товарища майор. Вообще, если живешь в России или в Беларуси, то в твоей жизни об автозаке говорит все, а не только Библия. На российско-белорусском небе разговорят только об автозаках. Если бы Шекспир жил в одной из этих самых свободных от прав человека стран, то он бы сказал, что весь мир – это автозак, а мы в нем протестующие. В своей проповеди батюшка наговорил еще много, а дочка. Представитель власти на службе у Бога для твоего блага. Если же ты делаешь зло, то берегись, он не напрасно носит меч. Меч – это все те меры, которые принимаются для того, чтобы остановить беззаконника. Он, то есть представитель власти, есть слуга Божий. Удивляемся. Что-то типа, если огрели тебя дубинкой, то так тебе и надо. Потому что ты оппозиционер, злодей и вообще шайтан проклятый. Интересно, что в Священном Писании говорится о трех процентах и о том, как заканчивают усатые и без усы тираны, издевающиеся над своим народом. Об этом минский батюшка предусмотрительно промолчал. Потому что молитвы, как известно, помогают от всего, кроме попадания в автозак. А вот его московская коллега, настоятельница монастыря и по совместительству руководитель гостиниц РПЦ Игумения Феофания купила себе Мерседес за 10 миллионов рублей. Спасибо тебе, Господи. И это не первая ее железная колесница представительского класса. Как пишут открытые медиа, за последние 13 лет Игумения Феофания сменила как минимум 4 Мерседеса. Монахиня ездила сначала на моделях Мерседеса Б-класса, потом перешла на Е и вот сейчас позволила себе с Божьей помощью пересесть на царский С-класс. Видимо, стоимость автомобиля увеличилась пропорционально духовному росту монахини. Так что минский поп все справедливо говорит. Вот Игумения Феофания хорошо молилась и поэтому передвигается на С-классе. А вы молились плохо или не молились вовсе, поэтому вас покатают только на автозаке. Об этом еще апостол Павел сказал. Священное Писание читать надо, а не эти ваши интернеты. А сейчас будет новость из нашей уже ставшей традиционной рубрики «Не зря отстояли суверенитет». После триумфального обнуления на Пнях в стране произошел экономический рывок, а на Таймыре дави пара прорывов. И мы увидели рост, не путать с отрицательным ростом, тарифов ЖКХ. Однако для раскачки этого, видимо, оказалось мало, поэтому цены на газ нам решили поднять еще раз на 3%. Если вам показалось и этого мало, как, например, Лукашенко, который считает, что 3% – это все-таки маловато, то на 3% возрастет только цена для оптовых закупок. А в розницу конечным потребителям, то есть нам с вами, неотрицательный рост цены может быть значительно выше. Отличное решение в условиях экономического кризиса в рамках федеральной программы «Бедные бедненьки». Особенно впечатляет, что все это происходит на фоне исторически низких цен на газ. Впрочем, это и понятно. Вот посадите сами, а то только критиковать можете. Мы живем в энергетической сфере держави, где этого газа буквально как говна за бани. Европа не хочет его у нас покупать по старым высоким ценам. Ну и что вы предлагаете, чтобы топ-менеджмент «Газпрома» меньше тратил на дворцы и самолеты? Вы дураки, что ли? Неужели жителю Саратовской области так сложно из своей копеечной зарплаты или пенсии покрыть упавшие доходы «Газпрома»? Они что, не православные? Что так трудно затянуть пояса на шее? Сплотиться, утрамбоваться и просто банально меньше есть? Ведь речь идет о целом народном достоянии. Так что правильно повышают. Эх, жалко, они успели в Конституцию вписать, что чем ниже цена на углеводорода будет опускаться на мировых рынках, тем выше она должна быть для граждан России. Для укрепления суверенитета. Ну ничего, лавочки еще остались. Сейчас лес Китая продадут, пней будет хоть отбавляй, и можно снова Конституцию править. По поводу леса, это, кстати, не ирония. Депутаты разрешили сплошную вырубку леса на Байкале. Они даже месяц не смогли прожить, не нарушая свою, только что принятую Конституцию. Сколько было разговоров, что срочно нужно принять поправки, чтобы белочкам в лесу и колоску в поле хорошо и весело живось. А тут сразу заработали пилы, и белочек, и зайчиков, и ромашки. Всех пустили в расход. Теперь реально нужно опасаться за русский язык. Они же не могут жить, не нарушая собственных законов. Теперь, наверное, специально будут коверкать слова, не там ставить ударения, будут исключительно кушать, ложить и звонить. Зато депутаты и чиновники смогут не таять, вступать в однополые браки. Причем даже совершенные гетеросексуалы. Все равно, главное назло, только чтобы закон нарушить. Найдут себе любовников, полностью откажутся от концепции традиционной семьи, будут жить в пятером, с собакой, попугайчиком, лишь бы нарушать закон. Потому что для них нет ничего более приятного, чем то, что они, не опять основа, могут позволить себе больше, чем все остальные. На Южном Урале стучилась жара. Согласен, неожиданное событие все-таки середина лета и на Южном-то Урале. Местные чиновники такого поворота событий, конечно же, не ожидали и не могли предвидеть, что у людей могут иссякнуть запасы воды. Однако же это произошло, и администрация района была вынуждена организовывать дополнительные подвозы этой живительной жидкости. Не спрашивайте, почему вообще в 2020 году нужно привозить людям воду, когда еще древние римляне изобрели водопровод за несколько веков до нашей эры. Видимо, когда осваивали Урал, было не до этого. Все силы были брошены на то, чтобы первыми запустить одного человека в космос, а для того, чтобы сделать жизнь всех остальных людей хоть немного легче и приятней, времени так до сих пор и не хватило. На живую нитку все, вы же понимаете. Ну так вот, уральские чиновники посчитали, что сама необходимость ожидания, пока тебе привезут воду, это для жителей страны, обладающей самыми большими запасами пресной воды, унижение недостаточное. Как еще можно объяснить тот факт, что возить эту жизнь на необходимую жидкость решили не в водовозах, а в говновозах. В буквальном смысле. Наполнили водой осенизаторские машины, привезли и говорят, пейте, дорогие жители, только не обляпайтесь. Вот такую вот воду, вот смотрите, вот такую вот воду нам привезли. Посмотрите, вот такую вот воду нам привезли сейчас. Вот такая вода пришла. Озерная вода, с озера. Ну я что сделаю, такая вода? То есть нам глава водоканала предлагает такой водой пользоваться. Я скидаю воду. Все, мне такой воды не надо. А вот эта полегче, получше пошла? Такая же обстановка. Она может до нас не застаиваться, да? Причем, судя по цвету вытекающей жиры, осензиарскую машину перед этим до конца даже не потрудились опорожнить. Ну, наверное, чтобы несколько рейсов не делать. На солярке экономить надо. Почему не оставить говно и не разбавить его водой? Безусловно, не может не радовать оптимизм одной из местных жительниц, которая сказала, вот, кажется, почище пошла. Ну да, ну да. Да и картина-то получается неполная, в отличие от баков. Потому что на говновозе нет надписи на Берлин или что-то в этом роде. Вот тогда вообще было бы 10 из 10. Реакция водителя это тоже бесценна. Ну, что вам не нравится? Нормальная же вода. Ну да, может есть говна немножко. А что, у вас в жизни говна нет, что ли? Вода остается и как новая будет. Ведешь им воду, они еще чем-то недовольны. Ну, а грамотнее всех на ситуацию отреагировали, конечно же, в администрации района. Там ответили, цитата, «Никто не обещал, что вода будет питьевой. Просто фантастика. Хотя чему тут удивляться? Российских чиновников хлебом не корми и воды не давай, лишь бы обмазаться говном и говорить, что это шоколад. Так что все логично. Они в такой воде, надо полагать, сами каждый день купаются, раз отмыться все никак не получается». Эти слова, никто не обещал, должны войти в текст гимна Российской Федерации. Думаю, что его скоро тоже начнут переписывать вслед за Конституцией. Никто не обещал, что на пенсии можно жить. Никто не обещал, что законы будут работать. А если кто-то обещал, смотри пункт первый. Универсальная формула. Вы спрашивали, как это так получилось, что был ковид, а потом раз и пропал. Обнулился. Нет никакой эпидемии. Все победили. Во всем мире есть, а у нас президент запретил. На этот вопрос отвечает диспетчер скорой помощи Норильска, свой разговор с которой записала одна из жительниц города. Скорая не занимается температурщими больными. Ковид, не ковид. Скорая не ездит на такие вызовы. Запретили нам. Только врач поликлиники сегодня к вам придет и вы, пожалуйста, все к нему там рентгент, анализы. Что нам с вами делать? Вы поперите меня. Мы ничего не сделаем. Что за истерика? Нам запретили, у нас есть приказ. Девушка, это... Уже медиков не осталось. Вы понимаете ли, есть в городе? Вы что хотите? Я сейчас бригаду на амбразуру пущу, что ли? Они уже и так не заезжают. Ноги еле передвигают. Если приказ есть температуру не принимать. Сегодня врач отходится в поликлинику через два часа. Или сходите или вызывайте врача. Не надо мне плакать. Вы думаете, что мне не жалко вас? Жалко всех. У нас есть приказ, бригада не выезжает. Ноги уже никто не волочит. Весь город больной. Вы понимаете ли, у нас эпидемия в городе? Эпидемия нельзя. Вы понимаете, мы остались скоро, помнишь. У нас некому спасать, уже людей будут скоро. Я не должна вообще-то, мы скоро все умрем, наверное, да? Вы понимаете ли, вы сейчас плачете так, а мне должна вам жалость включить. Понимаю? Есть приказ, я не имею права его нарушить. А что-то случится с нами, кто будет отвечать? Я, кстати, в бригаду пошлю, и меня потом еще сделают со мной. Девушка заплачивает 10 тысяч. Нам не надо платить. Вы послушайте меня внимательно. Мы работаем скорая служба, бесплатная. Что вы сейчас истерите, пожалуйста? Если даже у вас ковид, допустим, мы это не решим. У нас нету ни тестов, у нас ничего этого нету. Скорая это официальная служба. Единственное в городе официальная служба. Вы хотите, чтобы она вообще развалилась, что ли, или что? Страшный диалог, подлинность которого подтвердили даже в администрации города. Врачи не выезжают, тестов нет, люди не могут получить помощь. Честно признается диспетчер. А зато в официальной статистике все хорошо. Выбрали одну цифру, которую каждый день сообщают, и прекрасно. Возможно, эти ежедневные 6 лишним тысяч по стране посоветовал называть какой-то старец. Может, эта цифра с глаза бережет или язык духов отгоняет, но более рационального объяснения ей нет. Ковид нужно было отменять, чтобы парад провести и конституцию принять. А что делать дальше? Не подумали. Вот сейчас чиновники, как вирусы в организме мечутся между эпидемией побеждена и эпидемия победила нас. То обещают вторую волну, то отменяют, пока люди еще продолжают захлебываться от первой. В этом диалоге поражает какая-то обреченная беспомощность обеих сторон. Жалко буквально всех. И пациентку, которая не может дождаться помощи, и диспетчера, которая ничем не может помочь, и от этого злиться на пациентку, на себя, на ситуацию. Просто кромешный ад. И главное, если заменить ковид каким-то другим словом, ничего особенно не изменится. Подобный ад и беспомощность творится во всех областях. Мы уже давно привыкли к тому, что полицейские задерживают граждан по поводу и без. Но вот в Балашихе, видимо, ретроградный Меркурий настолько все перемешал, что там граждане попытались задержать мента, который своровал водку. Дело было в одном из магазинов, где страж беспорядка в трусах пытался пронести пару бутылок. Побейте меня. Я пьяный сейчас. Не надо фотографировать. Камеру уберите. А с чем вы занимаетесь вообще? Песня тысяч визу есть. Взывайте. Точно? Да, даже будет очень замечательно. Надо было не в трусы засовывать, а туда, куда обычно вставляют бутылки и другие предметы коллеги из Росгвардии. Тогда бы продавцы точно не нашли. А вот сейчас стоит переживать не за сотрудника полиции, который не смог продолжить пьянку, а за магазин и его работников. Не удивлюсь, если на них заведут какое-нибудь дело о разглашении государственной тайны. Например, расскажут, что мент не просто воровал водку, а переносил по сверхсекретному заданию засекреченную формулу вакцины от коронавируса в жидком виде. Или предъявят воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия. Дескать, мент не тырил водку, а проводил проверку оборонной способности страны. А кассир ему помешал. Магазин закроют, а работников в лучшем случае оштрафуют. Вам кажется, что это шутка и такого быть не может? Я тоже так думал, когда говорил, что журналисты медиазоны, которому прямо на избирательном участке мент самал руку, теперь еще оштрафуют. Так вот, на Давида Фрэнкеля составили не один, а целых три протокола. Первый о неповиновении силовикам. Видимо, он должен был сам себе руку сломать, а он негодяй такой, заставил утруждаться сотрудника полиции, заламывать, тратить силы, ну вообще никакой гражданской сознательности. Только непонятно, в какой момент гражданин должен ломать себе конечности. В тот момент сразу, как только полицейский на него посмотрел, или тогда, когда сотрудник бровью или другую частью тела какой-то сигнал подал. Мол, давай гражданин, ломай себя полностью, а то неповиновение будет. А если мент подумал, вот бы сломать ему что-нибудь, а особо дорюбимый гражданин не уловил мысль лейтенанта и не успел себя никак искалечить, это тоже будет считаться неповиновением? Конечно, это же как в магазине, откуда полицейский тащил водку, только наоборот, там клиент всегда прав, а гражданин по умолчанию. Пока курьеры, грузчики Шерементьева, строители лахта центра в Петербурге и строители завода Газпрома в Амурской области с боем в буквальном смысле выбивают свои зарплаты, в Ялте своя атмосфера. Власти города решили, если так можно выразиться, поощрить рабочий класс весьма оригинальным способом. То ли в целях предотвращения народного бунта, то ли просто, чтобы не отставать от столицы. Насмотревшись парада коммунатиков в Москве, давно носили эту идею в сердце. В общем, начать поощрение решили с дворником. Глава администрации города задвинул целую речь по поводу недооцененного труда работников метлы. Сказал, что низко им кланяется, правда, не поклонился. И заверил, что, цитата, создать все условия для того, чтобы труд дворника был ценным, возрождался и чтобы все дворники пользовались уважением и почетом. Конец цитаты. Также поступил всем собравшимся и выстроившимся в шеренгу рабочим жилищно-коммунальной сферы зарплату по 30 тысяч рублей на руки. Практически озолотил. Правда, предварительно. А пока работники находятся в ожидании золотых дождей из бюджета их обредили в новую форму, призванную по задумке дизайнера из Пензы своего в Ялте не нашлось повторить образ дворника царской России 19 века. В самом скором времени всем дворникам Ялты выдадут номерные жетоны, бляхи, как у сотрудников ГИБДД, а также служебные удостоверения, в которых теперь будет значиться должность маэстро чистоты. Тем, кто регулярно будет носить форму дворника царской России, обещали премию в размере 1 тысячи рублей в месяц. Блюстители чистоты теперь будут радовать в новой летней форме. Им выделили 450 комплектов одежды с нашивками Ялтинского маяка и с надписью маэстро чистоты. Помимо этого они получат и парадную форму, а осенью коммунальщикам выдадут еще и зимнюю спецодежду. Нормально, я себя свободно чувствую, легко, не жарко, все проветривается. Вестник оптимизма с нетерпением ждет возвращения формы для жандармерии, маэстро шлема и дубинки, аптекарских халатов на завязочках, маэстро микстур и пилюль, кепок, шаровар и пахнущих наводом жилеток для таксистов, маэстро извоза, а для самих дворников возвращение медалей и прочих анахронизмов. Будем надеяться, что работникам Ялты хотя бы удастся избежать интересных наказаний в виде польки на конюшне. Впрочем, поживем-увидим. Как говорил Салтыков Щедрин, чего-то хотелось. Не то Конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь. Друзья, я хотел вас спросить, что эти меня продолжают снимать в августе или у вас уже на часа отпуска у вас яхта, парус, море, шашлыки, пьяная ругань как у Соловьева и не хватает времени смотреть мои выпуски. Ну и, конечно, пишите по традиции лайки, колокольчики, подписка, все как обычно. До встречи. Идите спать, пока дворник образца царской России не пришел за вашим одеялом. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok